Чтобы стать настоящим моряком и готовить самые настоящие морские блюда, нужно уметь делать величайшим морской бульончини. А как это делается? Смотрите это видео. Дамы и господа, здравствуйте! Сегодня открываем новый мир. Величайший мир, мир рыбного бульона. На самом деле, из всех бульонов это самое сложное, потому что нужно иметь кучу ингредиентов, которые обычно их нет. Вот поэтому мы сегодня посмотрим, как можно делать так, чтобы они были. Начнем с величайших ингредиентами. Овощи могут быть разные, но обязательно должна быть стебель сельдерея. А если вдруг вы найдете стебель сельдерей с листьями, то это вообще у вас получится самое величайшее. Режем. Так, без фанатизма. Фенкель. В принципе, можем использовать верхнюю часть. Вот так. Тоже без фанатизма, иначе у фенкеля очень насыщенный аромат, насыщенный вкус. Морковь. Режем. И вуалла. Лучини. Так, маленький кусочек. Режем. Скажем так, на три части. Чиснучелло. Чиснучелло. Пару зубчиков. Давай три. Три зубчиков. Зубчики не чистим, а давим. Просто давим, и все. Вот так. Если у вас исключительно рыба, используйте только рыба. Если вдруг у вас есть разные морепродукты, например, у нас есть величайший кальмар, у нас есть креветосик, у нас есть миди, то их надо использовать по-разному. Например, креветочки надо чистить сразу. Возьмем креветоны и чистим. Убираем голову, убираем хвост, убираем весь панцир. Самая креветка отправляем в дальнейшее приготовление других величайших блюда, потому что для нашего бульона самое лучшее, самое важное, это панцир, это голова. Вот это самое вкусное. Итак. Чистим. Здесь наши панцири и головы и так далее, здесь креветоны, а мы сейчас почистим вот этот зверь, вот этот величайший зверь кальмар, кальмар. Как чистится кальмар? Сначала берется вот эта часть, то есть голова, и именно держая вот так, вот снимается вот это. Берется это клюв, клюв, вот, клюв, клюв выбрасываем. Между двумя глазами давим и снимаем вот, вот эти шупальцелли, шупальцелли. Из того, что остается, здесь есть какой-то типа ротик, ротик мы берем, берем, и вот есть вот эта часть, которая тоже очень вкусная, очень важная, очень вкусная. Берем тело, вынимаем, вынимаем вот это костью, у него единственная одна костья. Обратите внимание, что она была целая, потому что вдруг, если здесь не хватает кусочек, значит остался внутри, а потом будет невеличайший. Вот поэтому надо, если что, надо поискать. Потом пальцем, надо, надо, надо понять, что было внутри нашего, нашего величайшего кальморизацию. Кальморизацию очень много всего. О, 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 это все очень вкусные части. Мы это оставляем, оставляем на, на другие приготовления, может быть, на ризотто, можно. Потом можно делать величайший рыбный ризотто. Шупальцы и вот эта часть, вместе с креветонами, тоже на ризотто. А вот это прямо так режем на крупные кольца. Вот так. О, и вала. Потом, очень важно для базы бульона, иметь вот такие страшные рыбы, которые выглядят, например, морской черт. Все эти страшнейшие. У нас немного таких, ну, например, барабулейзы. Барабулейзы. О, вот еще и барабулейзы. В принципе, можно, можно делать так, можно использовать только часть, то есть, допустим, мы используем голову, а филе мы не используем. И вала. Итак, вот эти две величайшие филешки вместе с креветками и часть кальмара мы потом будем добавлять в ризотто, не в ризотто, короче. А вот это, вот это как раз будем использовать для буллинчини. О, все, порежем напополам. Возьмем, например, скумбрия. Скумбрия отличная, отличная рыба. Это, вы же знаете, может вы не знаете, это маленький тунец. Вот. И поэтому он весь седобный, весь вкусный. Убираем все нутренности, убираем жабры, а жабры убираем. Сполоснем. Режем голову. Тоже напополам. Вот так. А нашу скумбрию мы используем силиковую. Вот такими кусочками. Вот так. О-о-о. Немножко оливковое масло. Начнем обжарить наши панцири. Вы помните эти панцири от креветушков. Давайте туда, чтобы он был на высокой температуре. панцири. Когда панцири становятся такие красные, мощнейшие, пора добавлять туда овощи. О-о-о. и начнем добавлять нашу рыбу. Вот. Головы. Вот это. Ой-а-а. Еще одну голову. Скумбрии. Вот так. Вот так. Немножко белый винчелли. И добавляем на всю эту рыбу пару литров воды. В рыбом бульоне соотношение вода и рыба она не настолько великая, как с говядиной или даже с овощами. Тут мало жидкости и много вкусности. Вот так. И варим 40 минут на медленном огне. Медленный. Наши бульон величайший рыбный бульончелло варится уже минут 45. Теперь все, что было в нашей рыбе оно все отдано. Прямо оно уже все. Теперь надо перейти на следующий этап. Это ракушки. Если у вас есть вонголи, канолики, капесанты, все, что угодно, пора сейчас бросать туда. Очень важно, очень важно бросать, потому что у них внутри морская вода. Они еще величайше передают невероятный вкус рыбного бульона. Добавляем. Перемешиваем и засекаем 15 минут. Если хотите, чтобы ваш бульон имел некую нотку свежести, в этом момент вам пора туда добавлять немножко стебель сельдерея. Еще немножко. Прямо ммм. А пока наши миди готовятся, подготовим третий этап нашего величайшего рыбного бульона. То есть зелень. Да, зелень очень важен. Он передает невероятные ароматы, невероятные вкусы. Но его надо варить совсем чуть-чуть. Совсем пару минут максимум. Иначе просто сварится и никакого аромата, никакого вкуса, вообще никакого зелени. Мы немножко подготовимся. Берем немножко кинзы, немножко зеленый лук, вкус будет вот так. Челли, чуть-чуть тимьян, без фанатизма, тимьян, петручини, лавровый листь и я нашел немножко что очень уже вяленый шалфей. Шалфей чуть-чуть, потому что очень сильный. И готовимся теперь к фильтрации. Фильтрации. Бульоны бывают темные бульоны, бывают светлые бульоны. Мы сегодня делали рыбный, морской, светлый. Если вы хотите добавлять немножко темноту, вы можете запечь корнеплоды, можете запечь еще некоторые вещи, некоторые овощи, и они будут как раз затемневать ваш бульон. Взял помимо нашей ситочки, взял вот эту величайшую штуку, это одноразовые шапки, которые, в принципе, для наше дело они очень подходят. Вы можете взять, например, смарли, 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 короче, какой-то марли-шмарли, и делают примерно то же самое. Я использую двойной, двойной величайший капюшончик. Прошел 12 минут. 12 минут очень важно, потому что пока эти 2-3 минуты пока доделаются наши миди, мы можем уже добавлять нашу зелень. О, нашу зелень. Я в том числе добавляю чуть-чуть черный перец, горох. Чуть-чуть, без фанатизма. БФ, БФ. Вот. И зелень. Ура! Как понять, что зелень готова? Зелень готова, уже когда видно, что он подвялен, уже сварился, уже сварился, значит все, уже достаточно. Ммм, какие ароматы. Зелень готов, значит наш величайший бульон готов. Фильтруем фильтрели. и вон. И вон. И вон. вон. и креветки, и рыба. Можно делать величайший рыбный суп, величайший. Можно делать суп по белым, вот так, либо суп по красным, добавляя немножко томатного соуса. Ну, можно делать величайший ризотто. Вот опять, у вас есть все ингредиенты для ризотто, достаточно хороший рис, и вот он будет величайший. Но вы этот бульон можете использовать во все ваши приготовления, связанные с рыбой. Если что-то варить, то варить в бульоне, чтобы принимал рыбный вкус. Если что-то добавлять, не знаю, что-то обжарить, и немножко такой жидкости отдавать. Обязательно должен быть подкаящей жидкости. Либо самый вкусный, может немножко его посолить, чуть-чуть оливкового масла, и его пить просто так. Очень-очень вкусно. Настоящее морское наслаждение, прямо как моряка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова